Здравствуйте! В эфире новости. Корреспонденты Первого Карагандинского и Ягуль Нуржакен расскажем вам о главных событиях этого дня. Задержан экс-аким Карагандинской области Баужан Абдишев. Задержан экс-аким Карагандинской области Баужан Абдишев. В его отношении возбуждено два уголовных дела. Как отреагировали на это известие карагандинцы в нашем сюжете? С поста Акима области редко уходят по собственному желанию. Что-то не так здесь. Вот и милый, интеллигентный Баужан Абдишев вдруг оказался причастным к злоупотреблениям должностными полномочиями. Правда, ажиотажа это не вызвало. К стыду своему мы как-то привыкли, что зачастую во властные структуры стремятся попасть люди в первую очередь, преследуя личные интересы. То, что случилось с Баужаном Абдишевым, не исключение. Каким он для вас был? Который был, да, а сейчас его нету. Сейчас новый, да? Ну, во-первых, я относился к нему с большим уважением. В том смысле, что я сам медик. Я увидел очень много преобразований в медицине. Далее, караганда преобразилась со всех сторон. Какая-то гордость берет за то, что ты живешь в этом городе. Для нас все хорошие. Мне он, в общем-то, нравился, но немножко, очень мало бы сказать, что он что-то сделал очень большого, я не знаю. Он, конечно, что-то сделал, но я не знаю конкретно. В принципе, никак, потому что нечего сказать, не видно ни результатов, ни каких-либо действий по отношению к городу. То есть ничего практически не изменилось. А, пишу. Караганицы успели подзабыть вежливого молодого Акима. Но в агентстве Казахстана по делам государственной службы и противодействию коррупции, оказывается, все помнят. Как сообщил его председатель Кайрат Кожамжаров, действительно против экс-акима Караганинской области возбуждено два уголовных дела по фактам злоупотребления, которые причинили тяжкие последствия. Он вчера ознакомлен с постановлениями о возбуждении уголовного дела и задержан в порядке ст. 132 в качестве подозреваемого. Казахстана, мера пресечения? Мера пресечения, по истечению, вы знаете, на 78 часов мы должны будем предъявить обвинение, а потом будет уже избираться мера пресечения. Напомним, смена Акима Караганинской области произошла в июне 2014 года. Абдишев занимал пост руководителя области с января 2013 года. Дело о прошлогоднем разбойном нападении на крестьянское хозяйство в Тимиртау до сих пор не закрыто. Подозреваемые вину не признают, а суд вносит вердикт не спешить. Подробности выяснял наш корреспондент. Ровно год назад новостная служба 1-го Карагандинского показывала сюжет о разбойном нападении на работников крестьянского хозяйства в Тимиртау на станции «Карьерная». Немного напомним о происшествии. В ночь 21 на 22 сентября прошлого года 8 неизвестных перелезли через высокий забор, взломали замки и напали на спящих фермеров. Злоумышленники взяли только золотое кольцо, часы и два телефона, но при нападении пострадали 5 человек. Все они были избиты железными трубами. Больше всего в ту ночь досталось Константину Барбину. Ушибы, порезы, черепно-мозговые травмы и многочисленные переломы. Это видео сделано год назад в больнице города Караганды. Как ковер мне выбивать начали? Беребитно устали, передохнули, я спросил у них, за что лупить это хоть? Может, хватит, говорю, а не дальше давай мне выбрать. По словам потерпевших, они знают, кто это сделал. Некий Альшер Калимбетов сейчас подозреваемый находится под следствием и вины своей не признает. С момента происшествия раны потерпевших зажили, а вот внутреннее состояние нет. Следствие так и не смогло определить причин нападения. Прошло немалое количество времени, а виновные так и не понесли наказание за содеянное. Ни за что, понимаете, ни за что. Была бы хоть грамота моей вины, а тоже ни за что. Это если этот человек хочет, что хочет, то и творить, ни за что может идти и избить, и все. Как-то надо, я не знаю, это пристринять. Константину Барбину важно, чтобы виновные понесли наказание, а вот другому потерпевшему уже не до этого. Один из работников, Александр Балыкин, претензий больше не имеет и участвовать в судебных процессах не собирается. Он уже сколько, полгода сидит, так что я считаю, что он за мое может сидеть, за меня. Резкое изменение в отношении к нападавшим пусть остается на совести Александра Балыкина. Возможно, что он очень сердобольный человек. Для остальных пострадавших важно, чтобы справедливость восторжествовала. Судебные разбирательства продолжаются с июля месяца. Дело проходит по статье 178 грабеж, часть 2. Адвокат подозреваемого что-либо комментировать отказался. Очередное судебное разбирательство намечено на ближайшее время. Что решат служители Фемиды, неизвестно. Добиваться справедливости – дело нелегкое и требует огромного терпения и времени. Хотя кажется, все так просто и ясно. Первый Карагандинский будет следить за ходом событий. Амина Смакова, Олжас Габасов, Бахтер Испанов, Первый Карагандинский. В Караганде все чаще горят кафе и магазины. С начала этого года в городе произошло 52 таких пожара. Причина одна – нарушение правил противопожарной безопасности. Можно только предположить, сколько работы будет у пожарной инспекции после окончания моратория на проверке малого и среднего бизнеса. Последний пожар, который тушили наши огнеборцы, был в кафе «Лавсторе». Лабораторные исследования показали, что пожар возник из-за неисправности в электропроводке. Департамент ПЧС проанализировал данные чрезвычайных ситуаций этого года и пришел к выводу, что из 54 пожаров 34 случая – 65% – произошли на предприятиях торговли, 10 пожаров – 19% – случились на предприятиях общепита, и 8 пожаров произошли на складах и других подобных объектах. Возможно, предприниматели расслабились и стали меньше внимания уделять пожарной безопасности. Честники классифицировали причины возгорания. 18 пожаров произошло из-за нарушений правил пожарной безопасности во время эксплуатации электрооборудования. Заведения перенасыщены электроприборами, которые дают огромную нагрузку на сеть. Еще 20 пожаров произошло из-за неосторожного обращения с огнем. Ярким примером стал пожар, случившийся 4 июня, когда в огне погибли сразу несколько заведений. Кафе «Пятый угол», кальянная геноцвали, шашлычная, пельменная и небольшой магазинчик. По причине нарушения правил пожарной безопасности во время установки и эксплуатации печей отопления зарегистрировано 11 пожаров. Также был зарегистрирован пожар, произошедший из-за нарушений правил пожарной безопасности во время эксплуатации газовых приборов. Это случилось 23 января, когда произошел пожар в кафе «Джейсис». Тогда из-за утечки газовоздушной смеси последующего взрыва и пожара погибли 3 человека, еще 7 пострадали. Специалисты выяснили, что 4 газовых баллона хранились не в специально оборудованном помещении, а прямо на кухне. Выводы за вами, уважаемые предприниматели. К другим новостям. В Караганде уже началась подготовка к выборам депутатов Сената, которые пройдут через неделю. В областном Акимате прошло совещание по обеспечению этой государственной акции. 1 октября 2014 года в Казахстане пройдет значимое событие. Состоятся выборы депутатов в Верхнюю палату Высшего законодательного органа. За место в парламенте предвыборной гонки нашего региона участвуют три кандидата. Сергей Ершов, депутат областного маслехата, Николай Раскопов, бизнесмен и главный врач 1-й городской больницы Дмитрий Чернов. Лишь одного кандидата выберут депутаты маслехата путем тайного голосования. Все приедут в город Караганду, во дворце культуры горняков 1 октября. Все 295 депутатов на сегодняшний день приедут и проголосуют за кандидатов в депутаты Сената. На совещании рассматривались вопросы технического обеспечения, избирательного процесса и вопросы обеспечения общественной безопасности. Мы предусмотрели в этих целях, конечно, разработали план, план расстановки личного состава, определили схему заезда автомашин, в том числе автобусов, парковку автобусов и автомашин. Значит, задействуется у нас порядка 40 человек личного состава. Верим, что наши депутаты сделают правильный выбор, и сенатор от нашей области будет активно защищать наши интересы. Бигзат Аликайдаров, Айдын Жакан, Бахтяр Аспанов, 1-й Карагандинский. Спешите открыть депозит. Второй договор вдвое дешевле. Такая акция действует в Жилстройсбербанке. Согласно условиям, оплата комиссионного сбора при заключении вкладчикам договоров о жилищных сбережениях составит 50% от установленной суммы комиссии. Что еще может предложить Жилстройсбербанк своим клиентам, узнаете из следующего сюжета. Карагандинка Рита Сатарова с 2005 года является клиентом Жилстройсбербанка. Узнав о новой акции, решила принять участие. Сегодня она вместе со своей семьей открыла депозит для маленького ислама, которому еще полтора годика. О будущем своего внука молодая бабушка позаботилась уже сейчас. Мне понравилась эта акция. Почему? Потому что при открытии второго договора, третьего, четвертого, комиссия на открытие депозита дешевле два раза. И плюс есть, оказывается, премия от государства годовая, что меня очень заинтересовало. И вот мы сегодня открыли договор депозит на всю свою семью. Я очень рада и надеюсь, что мы купим новую квартиру в новом фестижном районе. Карагандинка Жанар Жумабаева не первый год пользуется услугами банка. В 2007 году она с супругом получила жилье по программе «Баста» у Жилстройсбербанка. Акция «Второй договор вдвое дешевле», объявленная банком, заинтересовала клиентку, и она вновь заключила договор сроком на пять лет. Я являюсь клиентом этого банка уже давно. Мы открывали депозит нашему первому ребенку. А сегодня вот я открыла уже второй депозит. Будем вкладывать деньги, пока сын не пойдет в первый класс. Для нас, жителей города, это очень удобная система. Преимуществ данной акции много. Например, участвуя в акции, можно открыть депозит на членов семьи и получать по 20% государственных премий, до 200 МРП на каждого члена семьи. Цель и задача этой программы, чтобы активизировать наших клиентов, чтобы они были вовлечены в систему Жилстройсбережения и там еще могли большое количество процентов, соответственно, в большей объеме получить государственные премии от государства. В этой акции могут участвовать следующие члены семьи – это братья, сестры, родители, супруги и дети. На сегодняшний день акция привлекла около 400 вкладчиков и были составлены договоры о Жилстройсбережениях. Если до этого мы проводили эту акцию с один месяц промежуток времени, то в этот раз руководство банка его продлило до двух с половиной месяцев, то есть с 1 сентября по 15 ноября. Акционерное общество Жилстройсбербанк Казахстана – один из крупнейших банков страны. Осуществляет работу по четырем тарифным программам – Бастау, Уркен, Кемель, Балашак. Между собой они отличаются сроком накоплений и процентными ставками по кредитам. Напомним, акция «Второй договор вдвое дешевле Жилстройсбербанка» продлится до 15 ноября текущего года. Гульнур Жакен, Айден Жакан, Бахтия Руспанов, Первый Карагандинский. На фоне политических и военных коллизий, которые разворачиваются в мире, Казахстан является примером, как можно жить в мире и согласии. Единение – вот что преследует общереспубликанский праздник – День языков. Это событие особо отмечается в нашем регионе. В Департаменте внутренних дел Карагандинской области Стражи правопорядка тоже отметили День языков народа Казахстана. В Музее трудовой боевой славы ДВД Карагандинской области в Теплом кругу отметили Стражи правопорядка День языков народа Казахстана. Поздравить карагандинских полицейских с праздником пришли представители немецкого и белорусского этнокультурных центров, а также представители городского филиала партии «Нур-Отан». А заместитель начальника ДВД Карагандинской области полковник полиции Ардак Интыбаев недавно вернулся с саммита представителей стран СНГ. В гости праздника представители культурных центров рассказали о языках, которые развиваются и действуют на территории нашей республики. Язык – это окно в новый мир, это посредник дружбы. Все больше и больше уделяется времени для изучения, для познавания именно традиций, казахских традиций, именно традиций языка. Неслучайно в сентябре отмечаются два праздника – День языков народа Казахстана и День семьи. День языка и День семьи – это настолько все переплетено между собой. Именно в семье нам дают все самое лучшее, что мы потом дарим, все, что мы дарим своим детям, своим внукам будущим. Наверное, не важно, на каком языке мы будем говорить, главное, чтобы это были слова добрые и слова, которые только, наверное, дарили нам радость. Родной язык – это ключ к духовной жизни народа, показатель уровня культуры, искусства, и нельзя забывать, что он сохраняет наши корни. Хотя порой люди, живущие одними интересами и целями, понимают друг друга, хоть и говорят на разных языках. Пане и паны, веншую вас свято, с днем мовы. Жидаю вам мощного здоровья, бодерости, успехов, праций, чтобы вы, как сказать, активнее боролись со всеми преступлениями и так далее, и удачно у вас всегда получалось. На торжестве выступили поэт-полицейский Куаныш Медиубаев, который прочитал стихи собственного сочинения о родном языке, а также вокалисты ансамбля ДВД области, которые порадовали собравшись прекрасными песнями. Сергей Высокосов, Абахьяр Успанов, Первый, Карагандинский. Впереди небольшая реклама, оставайтесь с нами. Спонсор показа Galaxy Group. Производитель продукции торговых марок Алюгал, Галвин, Херкюль. Торговая марка Галвин представляет Эконом-серия профиль Галдек 53-й серии Эконом-система трехкамерных профилей монтажной шириной 53 мм представляет собой качественное и экономичное решение. Если Вам нужны внутренние перегородки в магазин, офис, балкон или лоджию, это Ваш профиль. Стандартная система – профиль Галвин. Профиль Галвин 60-й серии. Это система четырехкамерных профилей с монтажной шириной 60 мм. Идеально подходит для любого климата и региона. Система стандарт относится к классу А, а значит полностью соответствует современным требованиям к качеству оконных и дверных профилей. А теперь новинка. Серия эксклюзив. Пятикамерный профиль Галвин 70-й серии. Монтажная ширина 70 мм. Пять камер и наличие дополнительного паза для резинового уплотнителя значительно повышают тепло и звукоизоляцию. Толщина лицевых стенок 3 мм. Помимо белого цвета профиль Галвин выпускается в шести цветах. Золотой дуб, махагон, мореный дуб, темно-коричневый, орех и серый. Но и это еще не все. Имеются профили односторонней, внутренней и наружней ламинации всей цветовой линейки. Все профили торговой марки Галвин и Галтек не содержат свинца и на 100% соответствуют санитарно-эпидемическим нормам. Профиль Галвин морозостойкий, надежный, прочный. Каждый день до 100 человек заряжается энергией в фитнес-клубе Аэрофит. За год работы он стал популярным центром здоровья в Караганде. На свой первый день рождения фитнес-клуб Аэрофит пригласили нашу съемочную группу. Ровно год назад, 23 сентября 2013 году, фитнес-клуб открыл свои двери для посетителей нашего города. За год работы о клубе узнала почти вся Караганда. В клубе можно заниматься на лучших и современных тренажерах компании Аэрофит. Европейский бренд, которых имеет франшизу и в России. Здесь можно заниматься семьями. Аэрофит имеет зал групповых программ для детей и взрослых. После занятий можно восстановить силы в финской бани, посетить массажный кабинет и хамам, джакузи и бассейн, а также фитобар. Здесь с вами работают профессиональные инструкторы. Они помогают правильно и быстро сбросить лишний вес или набрать мышечную массу, сделать ваше тело красивым и спортивным. Наши инструкторы – это вообще отдельный такой разговор. Наши ребята все в основном молодые. У нас средний возраст до 30 лет. О чем это говорит? Это говорит о том, что ребятам есть куда развиваться. Есть еще соревнования, на которые они не съездили. Инструкторы клуба постоянно проходят обучение по современным оздоровительным технологиям. Ежегодно проводятся конференции различного уровня. Специально приглашаются инструкторы высшей квалификации из России для проведения тренингов. Также тренеры фитнес-клуба «Аэрофит» выезжают на международные обучающие семинары в фитнес-индустрии. В групповых программах и в классах аэробики на новом современном оборудовании работают более 15 специалистов. Различные программы предусмотрены. Спокойного формата, смешанного формата, интенсивные. Такие классы, как «Бестфит», «Хот Айрон», «Айрон Кросс». Посетителям нравится отзывчивый персонал и сервис. Всегда приятно заниматься на шикарных тренажерах и танцевать под современную, специально подобранную музыку. Для любого посетителя здесь найдут индивидуальный подход. Очень люблю на зубы ходить, танцевать. Очень люблю сайклы у нас есть. Тоже очень полезные тренировки, тело подтягивается очень хорошо. В общем, аэрофит классный, мне очень нравится. Занимайтесь спортом, будете здоровыми. Занимайтесь в аэрофите, будете красивыми. Бигзат Аликайдаров, Айдын Жакан, Бахтяр Аспанов, Первый Карагандинский. И последняя информация на сегодня. Внимание у жителей 25 сентября текущего года в фойе Большого зала Акимата города Караганды проводится день открытых дверей по адресу Бульвар Мира 39. С 10 до 13 часов можно получить консультации по вопросам социального обеспечения, оказания коммунальных услуг, предоставления жилья. Узнать все о работе пассажирского транспорта, состоянии автодорог, связи. Работа из КСК, регистрация объектов кондоминиума, выделение и содержание жилья, благоустройство города, землепользование по правовым вопросам, по вопросам недопущения роста цен на товары первой необходимости. Вас ждет самый широкий круг специалистов. Телефоны для справок 42 11 08 41 09 47. Это все, о чем мы хотели вам рассказать. Если у вас есть интересная информация, звоните нам по телефону 42 06 49. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин